Алиса Владимировна по несколько раз в день ездит в лифте и каждый раз любуется на эти рекламные объявления. После того, как увидела наш сюжет про размещение этих стендов без ведома жильцов, как старшая по дому решила разобраться и понять, о каком протоколе говорили сотрудники управляющей компании. Общество с ограниченной ответственностью ОЗУМ предоставило нам протокол общего собрания жителей, в соответствии с которым жители данного многоквартирного дома приняли решение, проголосовали по вопросу пользования части общего имущества у квартирного дома. Управляющая организация представляет только протоколы решения, каким образом хранятся, это жители. Жители определяют, где будут храниться решения. Только у каких жильцов искать документы, если ни старшая по дому, ни старшие по подъездам, ни о каком собрании и голосовании ничего не слышали. Эти рекламы появились. И вот у нас у жильцов вопрос этот, откуда они появились, куда наши деньги деваются, на что они идут. Но жильцы просто не знают этот вот. С этими вопросами мы отправились в управляющую компанию дома, где нам обещали представить тот самый протокол. Читаем. В заочном голосовании приняли участие 68% жителей дома. В протоколе лишь одна подпись. Жительница, которую такими полномочиями никто не наделял. Пояснить ситуацию сотрудники управляющей компании нам согласились только за закрытой дверью. Надо объяснить. Без телевидения. Не имеем права контролировать вот этот процесс. Нам принесли этот протокол, мы повесили рекламу в лифтах, они оплачивают, то есть все здесь закон. Это путем перечисления, бухгалтерия может дать на каждый дом. Если жители не устраивают, то первый вариант, я сказала, обращаемся в суд. И второй вариант, чтобы провести общее собрание и просто решить, что нам не нужна реклама в лифтах. Кстати, по протоколу, плата за пользование общим имуществом установлена в размере 50 рублей с лифта ежемесячно. Столь маленькая сумма явно не соответствует прибыли, которую получает сам рекламодатель. Тут целиком железнодорожный район. Вот 5 тысяч рублей у нас в одном лифтах стоит. Это каждый месяц? Да, по лифтам там у нас в одном районе. Исходя из коммерческого предложения этой компании, за одно объявление формата А4 в лифте каждый месяц заказчик платит свыше 190 рублей. Умножаем на количество объявлений на стенде. В итоге ООО «Азум» на размещении такой рекламы зарабатывает более полутора тысяч с каждого подъезда. В сравнении с этим сумма в 50 рублей, отводящаяся якобы на нужды дома, выглядит просто смешной. Вот так за спинами жителей, между коммерсантами и управляющей компанией проворачиваются темные дела. А мы в свою очередь просим считать данный сюжет официальным обращением в прокуратуру, чтобы выяснить, имелись ли правовые основания для заключения договора с компанией «Азум». И кто сфальсифицировал протокол без обязательного списка собранных подписей. 44 статью жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения о использовании общего имущества для размещения рекламных конструкций. Мы говорим о том, что общее имущество используется ненадлежащим образом, без соответствующего разрешения, поэтому жилищная инспекция может выдать предписание управляющей компанией. Все пространство дома, начиная от подъездов и заканчивая крышей, принадлежит собственникам, поэтому только они вправе распоряжаться своей территорией. И для того, чтобы на их домах не зарабатывали незаконным способом, нужно контролировать этот процесс, не пуская все на самотек. Анастасия Тимоничева, Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.